но слишком я всегда был не усидчивы в плане правил я понимал не совсем понял все идеально кроме ошибок то есть все четко когда ты собраны а когда ты не собраны ошибки ты делаешь вот так а зачем отвлекаешься просто вот я спросил может быть кто-то тебя в классе отвлекает друзья подруги но ничего страшного поверь будущем вот как таковые вот в будущем когда ты взрослым будешь тебе надо уметь грамотно излагать свои мысли в речи в письме в деле да свои мысли вернее излагать то что ты подумал ты там сказал написал может быть сделал чтобы тебя поняли надо так излагать делать и надо уметь понимать других в речи в письме и в поведениях и все как таковые тебе вот эти все тонкости законы там например правописания русского языка не тебе прям не будут нужны потому что на автомат и автоматически все будешь понимать есть опять если будешь уделять время чтению и написание очень хорошее упражнение вот прочитал какую-нибудь книжку только любимую это может быть не очень большая учить давай я тебе сейчас дам одно стихотворение один текст я вчера его зачитывал я несколько раз его читал ты наверно помнишь слышал очень такой мудренный текст ты сейчас прочитаешь слух а не я вчера я на протяжении вот сколько лет ты занимаешься столько лет иногда я этот произведение зачитываю прочитание пожалуйста эту полностью ты сейчас делай допустим держи ты можешь знаешь сесть в шпагатик попробовать ну попробуй получится ну давай 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 посмотрим слух сможешь прочитать с чувством с толком с расстановкой все время взгляд держи на ней и будешь делать да название если этого произведения самая верхняя строчка это кто автор перевода даты рождения жизнь и название стиха если но это есть много переводов этого стиха на римлян на римлян на римлян ну да чем нет наташи на римлян если юрий иванович так если юрий иванович гончаров юрий иванович редьяр киплинг это в общем да это перевод гончарова наталья на римлян этот перевод опубликовала а перевод гончарова а автор редьяр киплинг тома угли написал вот он написал стих на английском языке а гончаров перевел его а это самая наталья его опубликовала в интернете головы давай попробуй 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 сметение общим одинаково давай давай не переживай спокойно конечно ты сейчас поймешь давай я прочитаю потом ты попробуешь прочитать хочешь смотри это очень сейчас глубокий смысл и ты обалдеешь от того насколько глубина и насколько учат делай горку впадинку и постарайся вслушаться сейчас я даже знаешь как мы круто сделаем пока дело я включу музыкальный фон и будет это под музыку очень интересно звучать я вчера ребятам и девчатам здесь зачитал сейчас секундочку if на английском называется if по-английски это если означает а автор радья киплинг сейчас секунд я даже могу волшебство сделать не глядя в бумагу я могу тебе сейчас так сказать а потом ты проверишь правильные столы если ты не потеряешь головы в смятении общем одинаково встречая и успех и не успех и пройдешь достойно мимо клеветы и тех кто ропщет в правоте своей уверен вопреки сомнению всех если ты сумеешь выждать до положенного срока и подсчитывать не будешь наговору подлеца если где а если дело жизни прахом разрушается из на смотри чё как засмотрелся я в общем на наталью на ринян и чуть-чуть внутренним взором засмотрелся и чуть-чуть шипся но сейчас тяжелая стих твоя тяжел перевод вернее здесь слова смысл очень такой взрослый серьезный но концовка ты обалдеешь сейчас погоди сейчас музыку включим будет нам их есть очень много разных переводов этого стиха вот я не зря заговорил эту тему поднял если ты будешь учить наизусть и переписывать потом на бумажке у будет красивый почерк и очень шустрый интеллект ты будешь очень четко схватывать все даже если когда не понимаешь что очень быстро сможет схватывать потому что тебе будет образное мышление ты как будто бы будешь не не знаешь как ой меня сбили я ошибку сделал а ты будешь вот смотри здесь не про буквы не как как что значит по каждой букве а нет зачем нет здесь по словам даже ты можешь блоки даже можно блоки ты слова отдельный помощь но когда начинается как будто бы песня если ты обращал внимание как старички поют иногда вот песню я например спрашиваю бабушка расскажи эту песню ей тяжело рассказать вот и и взять и как бы сказать знаешь это ну как стихотворение но когда начинает запевать музыка играет может быть у ней в голове в душе начинает музыка играть или застолье кто-то начинает другие ой то не вечер то не вечер мне малым мало спалось мне малым мало спалось ой да во сне привиделось а просто как стих рассказать ой то не вечер то не вечер мне малым мало спалось человек может запнуться и так так в жизни ты можешь общее как бы жить играючи но это когда взрослым будешь становиться ты будешь вспоминать свое детство и пытаться вернуть детство но будет возможно уже поздно слушай готов наталья наринян опубликовала перевод с английского если юрий иванович генчаров автор радьяр киплинг 1865 год рождения 1936 год ухода если ты не потеряешь головы в смятении общем одинаково встречая и успех и неуспех и пройдешь достойно мимо клеветы и тех кто ропщит в правоте свой уверен вопреки сомнению всех погоди если ты сумеешь выждать до положенного срока и подсчитывать не будешь наговоры подлеца если ненависть сумеешь обуздать в себе жестоко и не выглядеть пижоном старой маски мудреца такие вот дела если ты мечту мечтая не поставишь выше бога и само течение мысли самоцели не сочтешь и беду с триумфом вместе что пошлет тебе дорога встретишь равна понимая что у них в основе ложь если в слове краснобая ты свое услышишь слово как надежную приманку для доверчивых ослов если дело жизни прахом рассыпается и снова на развалинах и пепле можешь действовать соснов если ты рискнув поставишь на орла а выйдет решка все накопленное жизнью проиграешь до конца и не мыл вымыл лишь ни слова сожаление и усмешка не коснется даже тенью ни души и ни лица если в горькую минуту безысходности и боли в миг когда с усталым телом разойтись готова жизнь ты сумеешь сердцу нервам приказать веленьям воли всей собранностью страсти беспощадная держись если ты сумеешь правду неподкупности и чести говорить царям и толпам отвечая головой если в нужную минуту все друзья с врагами вместе пусть хотя не слишком много но считаются с тобой сейчас самое последнее если каждую секунду ты как спринтера удачу ценишь жизни невозвратной понимая быстрый бег вся земля твоя отныне все земное тоже значит ты мой сын и сам отныне в этом мире человек вот ты услышал да мега грандиозный стих попробуй сейчас прочитай держи эта гимнастика для ума очень крутая сначала попробуй вслух прочитать ой про себя а потом попробуй в громкость и смысл на самом деле там глубокий эти могу по каждому четверостищу рассказать какой смысл если чё ты меня спрашивай объясню что означают слова если не понимаешь я тебе сейчас расскажу какое-то слово первое самое непонятное для тебя то есть потерять головы не головы а головы здесь ударение надо именно поставить потеря головы ну это значит с ума сойти или страстью обуздаться и не понимаешь что сломя голову что-то делать значит такое выражение в русском языке сломя голову лететь бежать торопиться не разбираясь неразумно глупо вот потерять головы совершить глупость какую-то пижон 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 это вычурный самодовольный это французского слова на человек наш выпендрежник пижон выпендрежник хвалится кто чем-нибудь так вот модничает спрашиваю еще как есть непонятно объяснишь чтобы смысл стало поближе ясно краснобай или ты еще не дошел действует с основ а ну там наверно опечатка да действует с основ то есть если все разрушилось все с нуля начать там есть некоторые слова стать опечатки поэтому мне трудно было читать там некоторых словах как бы это чуть-чуть неправильно напечатано потому что я его помню по-другому немножко был такой же маленький как ты юный ребенок когда первый раз от стих прочитал краснобай ты дошел до слову краснобай нет еще значит и пропустил слова краснобай это кто краснобай до байка это рассказ красно это значит красивый рассказ кто знаешь преувеличивает не обманывает а как бы расписывает как бы красиво да преувеличивает а краснобай ну или может хочу пожуще трепло кто-то трепется всякое может там приукрасить как-нибудь так ну чё вслух попробуешь прочитать так-то крутое произведение но я тебя хочу обрадовать вот здесь еще 8 вариантов этого стихотворения все разные переводы и это реально например вот там написано да вот и сейчас последние четыре россии можешь прочитать его после каждой секунды ты как спринтера удачу цене жизнь невысполнимый а невозвратно и сам отныне и сам человек а здесь смотри какие четверости даже не четверостища здесь вот так текст на 4 строчки последний прочитаю наполни смыслом каждое мгновение часов и дней неумолимый бег тогда весь мир ты примешь как владение тогда мой сын ты будешь человек другой вариант по-другому да 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 по-другому лишь как английский язык можно по-разному интерпретировать и красота русского языка привносит чуть-чуть краски новые да чуть-чуть по-другому смотри какой еще другой вариант когда трудом ты каждый миг заполнил и беспощадность лет и опроверг тогда мой сын земля твоя запомни и более того ты человек вот еще другой вариант свой каждый миг сумеет прожить во славу далекой цели блещущий с вершин сумеешь и земля твоя по праву и что важней ты человек мой сын понял какой вариант и вот еще другой вариант если будешь мерить расстояние секундами пускай в дальний бег земля твою мой мальчик достояние и более того ты человек вот такая вот штука да давай заканчивая разминку читать будешь слух осилишь или пока отложим ты в об этом поразмышляешь а потом почитаешь да ну давай начинай если ты если ты не потеряешь если ты не потеряешь голову и смятение общим одинаково встречая и успех и не успех и пройдешь достойно мимо клебеты и тех кто репщит в правоте своей верен вопреки сомнению всех если ты сумеешь выждать до положенного срока и подсчитывать не будешь наговоры подлеца если ненависть сумеешь обузать в себе жестоко и не выглядеть бижоном ставя маски мудреца если ты мечту мечта не поставишь выше бога и само течение мысли само целью не сочтешь не сочтешь и беду и триумф знаешь такое триумф это победа слава величие триумф то есть как бы и беду с триумфом вместе и триумфом вместе что пошлет тебя дорога встретишь равное понимая что у них в основе ложь если в слове красного бая ты свое услышишь слово как надежную приманку для доверчивых ослов на развалинах на развалинах на развалинах и пепле можешь действовать со сном если ты раскинув поставь поставь если ты рискнув поставишь на орла поставишь на орла а вы за церешкой все накопления жизнью все накопленные жизнью проиграешь до конца и не вымолви ни слова сожаление и усмешка не коснуться даже тихий и души и лица если горькая если в горькую минуту если в горькую минуту без исходности и боли вы никогда суставы тела разойтись разойтись готовы жизнь ты сумеешь сердцу неба приказать веленьям веленьям воли всей собранностью страсти страсти старости беспощадно держись 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 если ты сумеешь правду неподкурности и чести говорить царям толком отвечая головой если нужно в нужную минуту все друзья с врагами вместе пусть хотя не слишком много но считаются с тобой осталось чуть-чуть давай спринтера вратный понимая быстрый бег вся земля твоя отныне все земное тоже значит ты сам и сам отныне человек и смысл там велик юрец например если в каком-то слове какого-нибудь балабола ты увидишь свои слова и понимаешь что да как-то странно на фоне других как-то странно я выгляжу ну не надо так делать со стороны видно и тоже не хочется делать если отвечаешь за свои поступки неважно перед крутым каким-то царем ну или крутым человеком или целым толпой народу и ты за свои слова отвечаешь это хорошо может быть в какую-то минуту и враги и друзья изменят свое отношение к тебе одни станут одними а другие другими бывает такое в жизни представляешь враг может другом стать ну кого считал врагом врагом а друг врагом да очень легко людей вести на приманку кокосликов кокосликов морковкой обещаем что-то постоянно обманывая обманывая но не делая этого ничего в конце концов как итог надо осознать смысл не поставить мечты свои знаешь не поставить выше природного сотворения там говорится выше бога то есть ты мечтаешь но надо понимать это лишь мысленный ход это движение вот нейронов всяких там клеточек энергии а на самом деле ты предназначен осознать что такое каждый из нас рожден чтобы понять что такое человек и быть счастливыми это самый крутой вообще вариант но для этого это еще знаешь по другому это стихотворение в некоторых переводах называется заповедь а еще оно называется когда представляешь в некоторых переводах называется когда когда заповедь да бывает название этого стиха молитва очень много переводов и вот тебя если ты за лето выучишь юрец это реально будет круто братан это представляешь кто-нибудь андрюха любит же поумничать помнишь андрюха он же любит иногда умничать да как на слова говорить разные что погоди 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 а ты ему бах четверостища из этого стиха ну ладно не андрюха это братан дружан кто-нибудь просто ну сам взрослый какой-нибудь ты чувствуешь да что-то взрослый какую-то странность совершает ты раз ему четверостища из стишка или наоборот поддержать батю или матушку они что-нибудь сидят размышляют о жизни вот а суть четверостища ты ему кому-то скажешь ээээ смотри например кто-то расстроился что вот ну не получается дай пожалуйста листочек на секундочку и кто-то говорит или ты слышишь кто-то говорит блин представляете ребята представляешь я в игру поиграл и все столько потратил туда донатика Юра Юра Юру палку по центру надо засунуть иди палки бери принесешь я донатики вкладывал деньги ложил и я проиграл в игру у меня заблокировали аккаунт я не могу в эту игру зайти все мир рухнул все Юра что же делать мир рухнул посмотри стоп вот ты сейчас слезь с синего покрывала и палки под тобой наверное да будут а большая не нужна доставайте длинная не нужна Юр длинная не нужна да ну сейчас поймешь ту охапку достанешь давай прям по центру скидывай чехол убирай синий чехол в сторону конечно бери их доставай по центру стекло только вытаскивай так боком не поворачивайся вот как взял так и выходи ладно крепко их прям держи крепко крепко держи подмышкой боком не поворачивайся стекло рядом тебе надо четко прямо выйти как будто патроны несешь Андрюхи Андрюхи тяжело конечно тебе помочь ты можешь вытащить оттуда две штуки или четыре чтобы легче было а потом остальную охапку вылезай 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 наоборот подойти вот так подойти вот так подойти вот так хоп протянуть там можно повернуться вот так боком чтобы не было удалить и вот например заблокировали ему аккаунт или как там называется вот теперь можно залезать залезать на нее без центровины осень нельзя и вот смотри заблокировали аккаунт он расплакался или она растревожился как же быть столько вложено и ты знаешь какой четверотище можешь прочитать сейчас она сидит где ну сиди да висит она качается ты можешь стать и покачаться на ней нет прежде чем куда-то залезать проверяй да покачайся а еще знаешь спрыгни сейчас Юрец принеси маленький одеяль маленький этот ну да две штучки принеси постелишь наверх вот они каратульки вот эти лежат четверостища вот такое если ты рискнув поставить если ты рискнув поставишь на орла а выйдет решка все накопленное жизнью проиграешь до конца и не вымылываешь ни слова сожаление и усмешка не коснется даже тени ни души и ни лица то есть проиграл ну ну типа что-то случилось да ну все не жалей по центру прям хорошо застилай а можно еще другое когда не 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 ты перекинул слишком либо два внеси второе одеяло либо второе одеяло либо вот так да давай если в горькую минуту безысходности и боли в миг когда с усталым телом разойтись готова жизнь ты сумеешь сердцу нервам приказать велением воли всей собранностью страсти беспощадной держись когда отжиматься устал уже плакать хочется все типа все я сдаюсь и ты себе приказываешь держись юра и все и все четко становится да управляй тогда тебе надо знаешь как сделать сейчас секундочку надо тебе погоди 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 у нас же теперь две штуки одну чуть-чуть вот так а другую чуть-чуть вот так да что ты хочешь залезть покататься на ней давай так рваная погоди сейчас перевернем давай понял блин этот братан ноги но здесь тоже рваная да пальцы нанесу и просто и все что знаешь как сесть залез на нее и сядь просто над ее вот садись 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 так может так ноги подогнуть по казачьей вот смотри сейчас силы тела раскачай вот так раскачай да например так себя ощутишь встанешь потом встанешь потом на ногу попробуешь покачаться но ты разминку так и не сделала ну ладно стихи тебе чуть не взорвали сознание Ив Димарик такой знаешь стих такой Ив Редьяр Киплин если стихотворение знаешь такую заповедь если когда не слышал ты знаешь что Редьяр Киплин кроме Маугли стихи писал не знаю беспреданец что ли фильм такой или гроза там как это по пьесе где там этот Михалков поет будучи молодым махнатый шмель что-то взлетел на ней слышал такую песню за звездой путевой за цыганской звездой писал все резали покачайся по амплитуднее давай 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 такой пробуй гора высокой да получилось вот такую штуку вспомнили придумали научись прыгать помнишь да 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 тихо тихо ты должен сразу прижиматься как котенок к поверхности или как человек пластом распластаться вот и кувырочек сделал да молодец попробую на нее знаешь как сделать я понимаешь тяжеловато для тебя будет попробуй на нее запрыгнуть например можно можно попробовать по перешагивать но если вдруг чувствуешь что она падает заваливается как бы ну куда деваться на выбирай привыкай к жесткости ты давай еще минутку там полазить и доделывать на дверец разминку надо делать складку мостик мы потому что оставили с тобой на горка впадина ну вот сладко мостик теперь надо сделать юрид давай дмитрий сейчас быстрее тебя уже доделают 5 кругов чего а ну давай давай помотыляться да ну давай уверенно чувствуешься потом на ней можно разные стоечки на руках делать разные варианты там уголки и прочее специально сделали это чуть-чуть да ну здесь надо понять насколько она опять же для проверки давай складку мостик делаешь для проверки то есть понять потому что плюпнуться можно с виду снаряд хорошему прочный оказывается там не очень прочный давай складка мостик ты где-нибудь вон там или располагись расположись на фуслишком это чтобы я видел вчера здесь конечно это были родители дети батя сыновья вообще вчера день очень интересных имен был были три мальчонки в несколько раз уже приходит три мальчонки у нас появился еще один парень с необычным именем с таким же который есть но обычная но необычная для нашинских степей был вчера мальчик лука серафим луке было четыре года серафиму 10 лет и демьян кондрат но она русское имели не русская русская сидор нет кондрат сидор диметрий но это более греческая по любому братан весь мир россии не переживай все правильно и джон иван как бы это все свои и иван китайский тоже иван свои и поэтому здесь все нормально да нет кого это провинция саратской области там они рядышком находится дачи это наши дачи такие античные не вообще всю эту культуру греческую римскую надо понимать что в преддверии например да да даже животные даже растений но мы сейчас воспринимаем немного неправильно как вот мы понимаем на русском языке все думают на языке образов а русский язык либо еще есть варианты украинского белорусского или раньше мы разное как был такой общий в этом есть упоминание в библии про вавилонскую башню был раньше общий вот так смотри хорошо да хорошо часть тебе простой пример проведу приведу